здравствуйте в эфире программа городские встречи в студии валерий седов знаете ли вы что можно снизить свой ежемесячный платеж по кредитам и сделать это даже тогда когда банки отказывают в реструктуризации сегодня у нас гостях эксперт в этих вопросов его зовут никита александрович чижевский и он расскажет нам что и как нужно сделать для того чтобы платить по кредиту меньше никита здравствуйте ну прежде всего наверное такой вопрос действительно реально ли это или нет добрый день да это абсолютно реально примерно у 9 жителей нашей страны из 10 есть абсолютно реальная возможность абсолютно законная снизить свой платеж по кредиту на официальном уровне как именно про это происходит какой пошаговый алгоритм а ну в прежде всего здесь ситуацию можно разделить на два уровня это сложное решение проблемы и простое решение проблемы а вот если человек уже столкнулся какой-то проблемой он не может погашать свои кредиты либо чувствует что вот-вот не сможет платить очередной платеж по кредиту то я бы рекомендовал сначала прибегнуть к легкому способу решения проблемы и каков этот легкий способ человеку нужно приехать в банк и написать заявление о реструктуризации обязательно делается в письменном виде некие голосовые переговоры здесь не работают свободном стиле человек от своего лица рассказывает кратскую проблему банку в бланке заявлений и просит банк предоставить ему сниженный ежемесячный платеж по кредиту далее он ждет порядка десяти дней и банк может вынести положительное решение и платеж по кредиту действительно будет снижен ну и существует достаточно большая вероятность что банк откажет причем но чаще всего даже без объяснения причин к сожалению то есть если банк отказал то легких решений больше нет они не действуют но есть еще одно легкое решение это рефинансирование кредита отличается но от реструктуризации тем что оформляется в других банках а не в том которым уже имеется кредит у заемщика точно такая же процедура нужно проехать по разным банкам написать свободном стиле заявление о том что у вас есть какие-то финансовые проблемы что вы бы хотели получить сниженный платеж по кредиту и соответственно оставить заявку на оформление вот перекредитации в этом банке в течение 14 дней человек получит ответ ну и тоже принципе могут одобрить кредит но как правило к сожалению человеку отказывают и тоже могут отказать без объяснения причин поправьте меня если ошибаюсь но легкие способы как-то не выглядят такими уж и легкими то есть неизвестно что писать неизвестно куда относить неизвестно как поступать ну если у кого то возник은 проблемы с этим я думаю что они смогут приехать в наш офис и наши юристы подскажут что я писать как писать и про инструктирует как именно это нужно делать чтобы получить но как можно больше варианта того что заявку на реструктуризации все таки одобрит ну либо рефинансирование заявка на рефинансирование так но если заявление в банк уже написано то что дело дальше ну здесь два варианта развитие событий либо Банк, естественно, дает добро и вам предоставляет новые условия вашего кредита, либо банк отказывает. Причем здесь важно отметить, что иногда банк вроде бы соглашается, идет вам на уступки, но снижает ежемесячный платеж, например, на одну-две тысячи рублей. Что, соответственно, тоже можно считать отказом, потому что как-то глобально систему выплаты человека не меняет. Вот мы подобрались к самому интересному. Как сделать так, чтобы платеж по кредитам был меньше, даже если банки отказывают в реструктуризации? Да, мы подходим к основной нашей стратегии действий, стратегии действий, которой мы пользуемся еще за 2013 года. Поэтому если человеку отказывают в рефинансировании, отказывают в реструктуризации, это еще не конец, есть выход. Нужно провести переговоры с банком, причем обязательно в писанном порядке. И эти переговоры приводят либо к тому, что банк предоставляет новый формат снижения ежемесячного платежа по кредиту, новый платеж по кредиту, либо отказывает в этом. Если он отказывает даже после переговоров, вот этих длинных, которые длятся от двух до четырех месяцев, то нужно будет обращаться в суд и доказывать то, что вам должны снизить ежемесячный платеж по кредиту уже в судебном порядке. Способ не звучит так уж просто, наверное, это лучше делать с юристами. Да, в принципе, это нужно делать либо человеку, у которого есть какая-то юридическая грамотность и причем опыт той работы, которую нужно проводить, либо нужно обратиться к квалифицированным юристам, которые уже помогут, проведут по всей процедуре действия. Юристы вашей компании могут помочь с этим вопросом? Конечно, да. Мы именно этим и занимаемся. Более того, при заключении договора с клиентом на официальное снижение платежа по кредитам в нашем договоре прописывается гарантия получения результата, что говорит о том, что если мы беремся за работу с клиентом, то мы обязуемся, что платеж по его кредиту будет снижен, причем на официальном уровне. А вот мы все время говорим о вашей компании. Вот расскажите о ней хоть немного. Юридическая компания «Освободим» была создана в 2013 году. Мы занимаемся исключительно помощью должникам. У нас большой штаб юристов, которые работали ранее в банковской сфере и теперь занимаются тем, что помогают людям, которые попали в кредитную яму, которые имеют кредитные задолженности и уже не понимают, как им самостоятельно выбраться из этой ситуации. И, соответственно, юристы им помогают. Мы либо снижаем ежемесячный платеж по кредиту, либо полностью списываем задолженность с помощью закона о банкротстве физических лиц. А компания существует с 2013 года. Она существует именно в Рязани или в каком-то другом городе? Мы открывались первоначально в Москве. В Москве существует наш офис. На данный момент мы присутствуем в Москве, в Рязани, в городе Петропавловск-Камчатский, в Красноярске и в Красногорске. За почти 5 долгих лет существования компании наверняка есть какие-то победы и поражения. Давайте немножко об этом. Сколько побед, скажем так? Как я уже и говорил, у нас в договоре прописаны гарантии результата. Если человек подписывает договор, мы доводим его до конца и снижаем платеж по кредиту 100%. 100% гарантия. Соответственно, что касается поражений, у нас их ноль. Все клиенты, с которыми мы работали, они дошли до официального снижения платежа по кредиту. Что касается побед и каких-то подробностей по победам, у нас есть на официальном сайте достаточно много информации. Сайт освободим.ком. Много судебных решений по банкротству, по официально списанным задолженностью полностью, а также и по официальному снижению платежа по кредиту. Рекордное снижение платежа у нас было в 42 раза. Пенсионерка, которая платила достаточно высокий платеж по кредиту, была уволена с работы, к сожалению, была сокращена. И с помощью того, что у нее осталась только пенсия, как официальный доход, очень существенно был ей снижен платеж по кредиту. А так обычно у человека в 2-3 раза снижается его ежемесячный платеж по кредиту. Это обычная практика. Человек платил 40 тысяч, будет платить 15-18 тысяч рублей в месяц. Когда мы говорили о легком способе, вы говорили, что все может затянуться на несколько месяцев. Вообще, как обычно происходит рефинансирование и реструктуризация? Если говорить о первичном обращении просто в банк, это один бланк человек относит и в течение 10-14 дней уже получает ответ. Либо добро банк, либо сойдется на банк, уже отказывает. Если говорить об основной стратегии действий, когда банк уже отказал, и мы вынуждены в досудебном порядке, либо в судебном участвовать в этих переговорах в процессе, то срок от 6 до 9 месяцев. Примерно на это нужно ориентироваться. Часто ли дела доходили до суда или банки обычно в досудебном порядке снижали? Примерно 30 на 70. 30% наших клиентов получают какие-то предложения от банка еще на досудебном формате. Причем те предложения, которые, как правило, устраивают. В противном случае банк доводит дело до суда вместе с нами, и мы проводим судебный процесс, и уже на послесудебном уровне ежемесячный платеж по кредиту снижается. Как давно ваша компания открылась в нашем городе, в Рязани? В Рязани мы открылись только в этом году, в 2018, поэтому для нас это новый город, новые люди. Очень хочется помочь как можно большему количеству людей, чтобы они тоже увидели, что если у них есть какая-то проблема с кредитами, это не беда, из нее можно выбраться, и решение уже есть, которое работает не один год. За текущий год к вам уже обращались жители нашего города? Да, да. Мы открыты, уже идут у нас люди, уже подписывают договоры, уже какие-то получают первые плоды, первые итоги нашей работы. Кроме вашего сайта, есть ли вы в каких-то социальных сетях? Да, мы представлены во всех социальных сетях, мы активно ведем наши страницы, наши группы. Тем, кто не знает про нашу компанию, будет интересно зайти, познакомиться, как мы работаем. Следите ли вы за дальнейшей судьбой своих клиентов или наоборот, сообщают ли вам они о своей дальнейшей судьбе, то есть благодарны ли они и так далее? Так как цикл работы с клиентом у нас достаточно большой, вот полугода мы сотрудничаем с клиентом, причем очень часто почти в ежедневном формате, то нередко наши юристы практически становятся друзьями с нашими клиентами, и потом, конечно, они держат связь между собой, рассказывают, как изменилась их жизнь, почему у них сейчас стало жить гораздо лучше, и плюс примерно 30% наших новых клиентов мы всегда получаем по сарафанному радио. Это те люди, которые уже отработали с нами, они довольны нашей работой, и рекомендуют еще нас своим друзьям, знакомых, также через тех же юристов, с которыми они поддерживают связь. Где вас можно найти в нашем городе? В городе Рязани мы находимся на улице Соборная, дом 48, вход в подарку. Там, в принципе, вы увидите вывеску «Компания освободим», достаточно несложно найти. Никита Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. Очень рад. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова